Ещё Пётр I своим указом повелевал знатным людям ставить у своих домов украшенную лесную красавицу. С тех пор прошло немало времени, но традиции осталось. Каждый год улицы нашего города уже в декабре начинают сверкать разноцветными гирляндами и, конечно же, лесными красавицами, наряженными разнообразными шарами и игрушками. В какие новогодние убранства денется город Видный в этом году, узнавала Людмила Медведева. В неповторимую праздничную атмосферу создают нам хвойные деревья, которые устанавливаются в нашем городе. Живая пушистая красавица у дома номер 51 по школьной улице уже наряжена и радует глаз многообразием ярких игрушек. Наряжена ель и у дома номер 35 по проспекту Ленинского комсомола. Работы по украшению города начались у нас в начале этой недели. На настоящий момент установлены две композиции. Это на Советской площади и возле здания бани, так называемый ледяной огонь. Также в ближайшее время появятся три светодиодные арочки возле храма Георгия Победоносца. В настоящий момент развешанные флаги, опять же, тематические к Новому году. Новогодние красавицы стоят уже и в городских парках. У нас три парка. Это центральный детский городок, это Расторгуевский парк, это Тимоховский парк. У нас есть елка, которая ждет деток. У нас есть Дед Мороз, который привез в подарки, которые также будут раздаваться деткам. Ну, я думаю, что каникулы должны новогодние пройти весело. Парк будет открыт. По возможности, какая-то часть аттракционов будет работать в каникулы в новогодние. Ну, в целом, в принципе, к встрече Нового года парки готовы. Елка-то у нас неделю тому назад уже красивая елка есть. Сегодня увидели Дед Мороза, насанка, ох-то, лошадка и елка. Дети так радовались. На случай снегопадов, который обещают нам синоптики, сотрудники парка тоже готовы. Техника есть, дорожки будут очищены, соляная песчаная смесь готова, также дорожки будут посыпаны от гололета. В целом, в принципе, парк ухожен, парк убран и в таком же состоянии он будет содержаться всегда. К сборке самой большой елки города приступили рабочие и у кинотеатра «Искра». Процесс этот достаточно сложный. Сначала собирается каркас, потом производится навеска самих элементов елки, потом будут навешаны игрушки и украшения, светодиодные гирлянды, которые будут мигать, мерцать, переливаться и, соответственно, будут украшать центр нашего города. Малышня с большим интересом наблюдает за тем, как возводится новогодняя елка рядом с их ледяным дворцом. Я очень взрослый, и потому что я хожу в детский садик, тут елку делают, вот из этих тел запчастей, а еще там сайки повесят. Такие сайки они повесят. К вечеру пятницы, после приемки соответствующей комиссии, елка у кинотеатра «Искра» вспыхнет всеми красками. Людмила Медведева и я, Даня Елена Кошлева, Видное ТВ. «Искрая» «Искрая»